Сегодня мы говорим о недельной главе Шмот – это начало целой новой книги Очень много интересных вещей И прежде всего, безусловно, связано с исходом сыновей Израиля из Египта Вернее, сперва, полонения оказались в рабстве Жили тяжело Нашелся у нас большой лидер, руководитель Своего рода Спартак Мушер Абейну Который вывел нас из Египта Получили вторую и пришли в страну Израиля Сейчас мы там живем с небольшими перерывами Мы будем рады поднять несколько интересных вопросов С помощью Саши, ученика Махонмиира И моей скромной помощью Меня зовут Иосиф Меделевич Прошу вас, Саша Наша недельная глава Шмот начинается с перечисления сынов Израиля Зачем перечисляются имена сынов Израиля второй раз уже? Что Тора этим хочет показать? Да, ну я думаю, ответ его прямо написан у Раши Есть один ответ очень стандартный Что Тора, Бог еврейский, так любит свой народ Он постоянно перебирает это, как драгоценные камни в шкатулке Кроме того, начался новый период жизни Правильно? Все по-новой Поскольку мы там расстались с одной эпохой Смерть Юсефа На этом как бы эпоха кончилась Теперь мы начинаем новую эпоху Правильно указать, какие действующие лица действуют Могло вполне произойти за, скажем, за то время, которое отделяет время Юсефа Но нашего времени что-то существенно изменилось Может быть не все племена остались Как, скажем, сейчас у нас есть всего, скажем, 3-4 племени из 12 колен израильских Поэтому уместно каждый раз, когда начинается изложение новых событий Указать, кто является действующими лицами А Всевышний хочет тем самым показать любовь всем поколениям сынов Израиля А это всегда так Но это просто стандартный, как бы, ответ мудрецов Когда мы вновь раз за разом встречаемся на протяжении всей тары С перечислением тех же самых лиц А иногда, как вы знаете, потом после исхода это вообще перечисление В принципе всех 600 тысяч мужчин Зачем это надо? Ответ всегда, как бы, общий Это то, что любит, поэтому говорит, об этом и перечисляет А потом, конечно, в каждой определенной ситуации есть еще и специфическое объяснение Как и в нашем случае я сказал В целом, напоминая, знаете, когда перебираешь своих тетей, дядей, бабушек и дедушек Приятно всегда вспомнить Кроме того, в данном случае действительно указание о новой эпохе Надо сказать, все ли уцелели, все ли дошли, все ли действуют А так действительно Теперь мы знаем, что все те, кто пришли когда-то в Египет Сейчас по прошествию с лишним нескольких сот лет Есть спор, прошло ли 400 лет, или 210 лет Все они по-прежнему действуют У меня возникло противоречие Есть два мидража Один мидраж говорит, что Руэль подвергся астракизму со стороны местного населения За то, что он отказался от этого поклонства Есть второй мидраж, который говорит, что Руэль поставил маршел условия Чтобы первенец пошел служить идолом Пошел в школу, которая обучает жрецов и долопоклонников Так был ли Руэль идолопоклонником, или же он был монотеистом? Вы знаете, во-первых, у нас не принято задавать вопросы от одного мидраж на другой мидраж Скажем, нашим слушателям, может быть, они не знакомы, что такое мидраж Мидраж – это иногда бывает какой-то пример для того, чтобы разъяснить какую-то ситуацию Иногда это действительно попытка расширить представление и информацию о каком-то отдельном отрывке, который сказан в таре Иногда это попытка понять иносказание, что кроется Поэтому мидраж мидраж урознь, и, как правило, мы не сталкиваем их носами Потому что каждый сам по себе интересен В целом, в данном вопросе, о котором вы говорите, был ли Руэль, он же Итро, идолопоклонником Ответ такой, что в начальный момент, безусловно, вы знаете, он даже был жрецом в Египте Он был идолопоклонником И только когда он пришел окончательно к Мошер-Абейну у горы Синайской Там он понял суть театры И то еще не факт, что он пошел полностью Геор Может быть, сейчас бы мы его не приняли Естественно, что в тот момент, когда он ушел из Египта Он разорвал, можно сказать, существующей канонической церкви И это уже было достаточно для того, чтобы его повергнуть анафеме астракизму Но это совсем не значит, что он еще полностью отказался от всех своих представлений Потому что понятно, что только Мошер-Абейну или Авраам Авину Были на таком уровне, когда они сразу поняли и сделали какой-то правильный выбор А вообще-то люди, как бы особенно, поскольку он был, как вы знаете, как мы учим книгу Кузари Есть искания, поиски, от чего ты отказываешься И это, пожалуй, если мы говорим тут с нашими земляками Особенно, которые находятся в России, на Украине Безусловно, часть еврейской веры они уже приняли А часть, скажем, ставит еще елочку новогоднюю Почему бы и нет? Так что в этом смысле какое-то, как бы, соединение противоположностей По-прежнему возможны люди, которые до конца не поняли, что же правда Но буквально Медраши, то есть эти понимать не надо Не надо Можно их, да-да, безусловно И даже на Медраши есть комментарии Как правило, эти Медраши не идут сами по себе Потому что действительно, так же, как у нас не принято Тару читать и понимать в буквальном смысле Потому что ты можешь ошибиться Ты в этом смысле Но главная идея в том, что один Медраш говорит правильно Другой Медраш говорит правильно И мы говорим, они оба правы Как точно их примирить? Ну, не обязательно можно примирить Еще вопрос Мы сегодня как раз этот вопрос затрагивали в трактате Сата Что есть спор между Рава Шмуэлем по поводу того Новый был ли царь в Египте или не новый? То есть один говорит, что царь новый Второй говорит, что царь не новый Были новыми его указы Так вот вопрос Сложность возникает как раз с тем, что был царь новый Прошло огромное количество времени Пароний был праведником Как он мог прожить такое большое количество лет? Можем ли мы буквально понимать то, что... Да, но когда мы говорим о том, что это был прежний фараон Мы не обязательно должны говорить, что это был тот самый С которым мы расстались в, скажем, в истории с приходом Якова в Египет Имеется в виду, какой-то из последующих династий Ведь здесь важно не то, что это было новое имя, новая династия А то, что было очевидно, и так понимает, правильно Шмуэль так понимает Что это был человек нечестный сам по себе И когда мы говорим, что он не знал То, что мы знаем, что он был продолжателем цепи династий Он должен знать И когда он говорит и не знает, мы понимаем, что это намеренное незнание Вот в чем здесь сам комментарий С другой стороны, Рав к этому относится, может быть, не слишком замысловато И он говорит, нет, бывает тоже, новый царь не знает Это менее интересно Мы можем принять любое подходящее для нас мнение Почему? Дело в том, что дальше он говорит Давайте ухитримся То есть это говорит о новом повороте Или о новых ветрах в Египте То есть, безусловно, говорит о какой-то принципиальной смене Не просто о том, что вместо Николая Первого прошел Николай Второй Здесь что-то более глубинное Изменяется подход Поэтому нам, и тем более, что пожелание ухитриться Означает, что этот человек изначально хитрый Непростой человек Поэтому мы можем его, да, подозревать в том Что он и перекидывается Что он говорит, не знаю, а на самом деле знает Это примерно ход мыслей мудрецов На основании которого каждый из них приходит к своим выводам Еще вот вопрос есть у меня Моше воспитывался в среде египетской Хотя вскармливала его родная мать Мать еврейка Вот поскольку Моше воспитывался в среде египетской Каким образом он мог узнать, что он еврей? Мы бы сами ответили на этот вопрос Его мама ему сказала в какой-то момент Ты знаешь, Мейшелэга, ты вообще-то еврей Хотя ты воспринимаешься Именно для этой цели Мириам послала мать Чтобы она была все время Я думаю, что уже и Мириам тоже ходила Они воспользовались этим И не исключено, что в какой-то момент Может быть даже фараон Он как минимум знал, с кем он имеет дело А уж безусловно Это дочь его, батя Безусловно знала И она-то знала, что Она сказала, что это, наверное, из-за сыновей Израилевских Поэтому и потом Вообще мне даже говорили, что она вообще Перешла в еврейство То есть поэтому Как бы она могла сказать ему Об этом Мириам могла сказать То есть не было Как бы недостатка В источниках информации Почему Паро, будучи таким параноиком Боясь рождения Машеха, который выведет евреев из Египта Разрешил своей дочери Оставить еврейского ребенка У себя на воспитание Фактически сделав его своим преемником Ну, вы знаете, известный Медраж Когда решили проверить Действительно он настолько умен Его подозревали Ему дали выбрать Между грудой горящих уголей И как бы золотом Понимается, что Горящие уголи Они очень такие Загораживают Происходит какой-то интересный вид Но умный человек, конечно Захочет не уголь Я понимаю, что это больно А захочет золота Правильно? И Муше Кто-то его Кадош-Бурух, очевидно Его подтолкнул Он протянул руку Говорят так, Медраж Протянул руку К этим горящим угольям И потом, поскольку Самые пальцы у него Ожглись Это он сразу положил в рот И из-за этого он стал косноязычным Поэтому они Да, как Медраж говорит Да, они провели тестирование И они поняли, что это глупый ребенок Точно он не может быть спасителем Израиля И есть еще одно объяснение Вы знаете Когда дочка фараона хочет Фараон тает И говорит Действительно, какой миленький мальчик Точно он не может быть таким злодеем Который погубит нашу империю Все возможно Так, я благодарю наших слушателей За внимание Я благодарю Сашу За очень интересные вопросы Готовьтесь Пишите на следующий раз А вы, наши слушатели Пишите нам Задавайте нам вопросы С удовольствием Будем отвечать И даже пригласим себя на студию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!